Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Картофельный сев, Космический союз и денежный вопрос. С июля пенсии будут выплачивать только в банке. Кого не затронут нововведения? Голос из народа. Это одна единая команда. Делегаты ВНС встретились друг с другом, чтобы обсудить будущие события. Вопросы безопасности нашей страны стоят на первом месте. Кто представит город на Всебелорусском народном собрании? Дорогу молодым и перспективным. Надо вкладывать в развитие своего будущего. В Бобруйске прошли юбилейные выборы в молодежный парламент. Очень хотел заняться волонтерством. Какие программы предложили будущие депутаты? Диалог на результат. Итоги социально-экономического развития подвели в горисполкоме. Самый высокий за период мониторинга показателей. Чем радуют цифры? Чистая традиция. Люди работают с энтузиазмом. В стране прошел республиканский субботник. Наш центр будет еще более ярким, еще более красивым. Как Бобруйск присоединился к масштабной уборке? Ленин жив. 22 апреля лидеру Октябрьской революции исполнится 154 года. Сплотил, сохранил и приумножил богатство того Советского Союза, который существовал тогда. Почему имя вождя до сих пор у всех на устах? Разрушительное пламя, перекрытие турпотока и санкции за пост. Прокуроры требуют оштрафовать экс-президента США. В чем обвиняют Дональда Трампа? Масштабное обсуждение Александра Лукашенко провел совещание о развитии села и повышении эффективности в аграрной отрасли. Формат встречи сохранил сценарий прошлой недели. Тогда на ревизию промышленных вопросов прибыли делегации со всей страны. В этот раз президент также выслушал как можно больше мнений. Внимание было заострено на имеющихся проблемах. Сегодня наша диспозиция такова. По итогам предыдущего 2023 года в производстве продукции сельского хозяйства мы получили скромное. Чуть более 1% роста, а в растении воссы мы упали более чем на 1%. В животноводстве 4,5% плюс. С учетом того, сколько вложено в село, это более чем скромно. Глава государства указал на недочеты. На первый план аграрии должны поставить модернизацию. Умное сельское хозяйство. В эпоху всеобъемлющей конкуренции необходимо ставить упор на национальные бренды, расширение производства и вывоза товаров за границу. Умное сельское хозяйство сегодня и на будущее важный приоритет в борьбе с конкурентами. Нужна программа, в том числе по подготовке кадров. Не надо тянуть в нее всех. Начните с тех, кто хочет и имеет возможности, но начинать следует уже сегодня. Мы должны произвести революцию в аграрном машиностроении и сельском хозяйстве. Перед предприятиями аграрно-промышленного комплекса белорусский лидер поставил задачу нарастить производство продукции на 6-7% больше и ориентироваться на экспорт в 9 миллиардов долларов. Отечественная новинка – открытие сезона и вместе к звездам. Беларусь и Россия будут развивать новый проект в сфере космоса. О чем речь? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Беларусь и Россия будут развивать новый проект в сфере космоса. До 2028 страны нацелены совершенствовать систему дистанционного зондирования Земли. Предполагается, после запуска аппарата он сможет просуществовать на орбите не менее 7 лет. Это поможет получать более качественную информацию и усилит развитие по обеспечению нацбезопасности. Хозяйства республики активно занимаются посадкой картофеля и овощей. По информации Минсельхозпрода, под национальный символ отведено почти 17 тысяч гектаров площадей. В прошлом году организации произвели 1176 тысяч тонн корнеплода. В 24-м ожидается сохранить показатель на том же уровне. С июля пенсии будут выплачивать только в банке. Такие инновации предусмотрены обновленным законодательством. Однако есть и исключения. Люди старше 70-ти, инвалиды первой и второй группы. Семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями до 18-ти и те, кто проживает в сельской местности. Остальным до 10 июня необходимо открыть базовый счет в выбранном финучреждении и заполнить заявление о перечислении туда денежных средств. Белорусские ученые создали микрочип для диагностики аллергии. Проект представляет собой стеклянную, пластиковую или кремниевую подложку с раздражителями. Добавление сыворотки и антител пациента позволяет выявить реакцию к большому количеству аллергенов одновременно. Новинка нацелена на импортозамещение и сейчас проходит испытание. В республике стартовал сезон добычи торфа. Специальные заводы целиком укомплектовались техникой, создали необходимые запасы. В этом году предприятия отрасли намерены произвести порядка 2 миллионов тонн, из которых половина – продукция топливного назначения и свыше 140 тысяч для других целей. К слову, Беларусь занимает первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов. В преддверии значимого события Всебелорусское народное собрание призвано быть гарантом политической стабильности страны. В список тех, кто будет принимать решения от имени народного веча, вошли представители различных слоем населения и сфер деятельности. Какие ожидания у делегатов, уточнил Виталий Гаврусев. Мы все в ответе за свою страну. В городском исполнительном комитете прошла встреча делегатов Всебелорусского народного собрания. Бобруськ будет представлять команда из 10 человек во главе с руководством города Игорем Киселем и Ириной Рынейской. Очень отрадно, что делегаты от города Бобруська – это представители разных возрастов, разных профессий. Но самое главное, что это люди, которые думают в одном направлении. Это команда, которая понимает свою роль, свою ответственность, свое место и значение в работе Всебелорусского народного собрания. Мы сегодня получили ответы на вопросы, с какими мыслями наши делегаты едут для участия в этом масштабном форуме. Списки тех, кто будет принимать решения от имени народного веча – ведущий механик фанерного завода «Фандока» Роман Курмас. Впечатление самое положительное. Мы познакомились, попытались провести нашу беседу в несколько такой камерной обстановки. Каждый рассказал немного о себе, свое видение в предстоящей работе. О портрете делегата ВНС сейчас говорят много. Он должен уметь взаимодействовать с людьми, иметь опыт работы в гражданском обществе, а главное – быть патриотом своей страны. Дмитрий Мозель – достойный пример простого человека, который имеет свой взгляд на жизнь и готового работать на благо белорусов. Для себя выделил три аспекта. Первый аспект – это молодежная политика, предприятие и в целом в стране. Второй – это выделим наши глубинки, деревушки наши. И третий аспект – это образовательная политика, в большинстве относящаяся к нашим детям, так как являясь молодым отцом, воспитываю сына, который ходит в первый класс. Легко ли взаимодействовать с детьми? Многие ответят – да. Ведь они еще послушны, восприимчивы к новому. Из них столько всего можно слепить. Ирина Козлова – учитель хоровых дисциплин детской школы искусств имени Оловникова. Каждый свой день проводит с юными талантами. Она точно знает – для качественной работы и результата нужен колоссальный труд, огромное терпение и умение найти подход. Тот самый, о котором все говорят. Детей надо любить. С детьми нужно быть на одной волне, научиться с ними дружить. Они действительно послушные, трудолюбивые, музыкальные, способные. И я очень рада, что у нас получилась такая дружная, веселая команда. Детская школа искусств имени Оловникова. Сегодня это почти 750 увлеченных и талантливых детей со всего города. Работа с хором – формирование такого коллектива, где все действуют сообща, слушают и слышат друг друга. Единый живой организм. Дети для меня – они очень близкие, ценные люди. В каждом из них я вижу частичку своей души. Я вижу, что они мои росточки. Горжусь тем, что мы приняли участие во множестве конкурсов. У меня есть солисты, дети, которые продолжают мою профессию, уже сейчас обучаются в высших учебных заведениях, средних учебных, музыкальных заведениях нашей страны. Поэтому это моя гордость. Темы, которые волнуют представителя депутатского корпуса и ее коллег, не только из социальной сферы. Электоральный суверенитет – это, конечно же, наша военная политика. Это сохранение целостности нашего государства. Потому что вопросы безопасности нашей страны стоят на первом месте. Так как я являюсь матерью, я являюсь учителем, я хочу, чтобы наши дети росли в мирной стране. И, конечно же, над нашими головами было чистое, светлое небо. Бобруйск на форуме представят люди в городе известные. Здесь лидеры народных мнений, депутаты, представители социальной сферы, здравоохранения, образования спорта, промышленности, общественных объединений. Я понимаю, какое доверие оказано мне, и осознаю огромную ответственность и важность этого события. Собрание станет главной диалоговой площадкой по наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности общества и государства. Нам предстоит серьезная работа – рассматривать и принимать участие в решении важнейших государственных задач – работать с людьми, с трудовыми коллективами. Наталья Коновалова 30 лет была директором 27-й школы. С внутренним стержнем, при этом очень скромная. Сегодня лидер ветеранского движения. О своих заслугах говорить не любит. Куда важнее будущее страны. Для меня участие в работе собрания – замечательная возможность нести свой вклад в развитие нашего государства, в укрепление мира, стабильности и безопасности в стране. 24-25 апреля делегатам 7-го Всебелорусского народного собрания предстоит большая работа. Форма не новая, но впервые ВНС предстанет в ином статусе. По обновленной Конституции теперь это высший представительный орган народовластия в стране. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Итоги недели. Есть поводы для гордости. Итоги социально-экономического развития за первый квартал подвели в Бобруйском горисполкоме. По большинству ключевых направлений специалисты отмечают достижения прогноза и положительную динамику. Обеспечен рост уровня заработной платы, инвестиции в основной капитал, совокупных поступлений и доходов в бюджет города. Обеспечено задание у нас по товарообороту 108,7% при задании 101%. Объем строительно-монтажных работ составил 48 миллионов при задании 47 миллионов. Взрослый уровень прошлого года на 11,3%. Объем подрядных работ составил 39 миллионов, при задании 33 миллиона. Главный драйвер экономики – промышленность. Успешная работа предприятий обеспечивает 80% выручки. За всю историю статистических наблюдений индекс промпроизводства достиг самого высокого показателя – 115%. Дельный вес инновационной продукции, в общем объеме отгруженной, по состоянию на 1 апреля составил 18%. Самый высокий за период мониторинга показателей. И прежде всего, это заслуга наших машиностроителей, белшины и завода биотехнологий. Среди 21 промышленной организации города в лидерах по выполнению основных показателей бизнес-планов – ТАИМ, завод биотехнологий, Бобруйск-Сельмаш, мясокомбинат и хлебопродуктов, красный пищевик, славянка-домочай. Генеральная уборка – 2024. 20 апреля республиканский субботник объединил миллионы белорусов. В каждом уголке синеокой трудились, не покладая рук. Бобруйчане с самого утра активно наводили лоск. Наша съемочная группа присоединилась к большому делу. В сторону официальные костюмы. В эту субботу председатель горосполкома депутаты вносят личный вклад в зеленую картинку любимого города. В сквере дружбы Науридского в считанные секунды одна за другой появляются плакучие березы. 14 кудрявых саженцев теперь будут создавать живописный пейзаж и чудесное настроение бобруйчан. Видим, сколько людей вышло. И, конечно, мы сделаем свой город более прекрасным. Сегодня будем вести весь комплекс работ. Начиная от посадки деревьев, побелки деревьев, вышли многие организации, прилегающие территорию, закрепленные, убирают. Ну, люди работают с энтузиазмом. Работаем для того, чтобы наш город, в частности, Бобруйск и другие города в стране стали краше, стали лучше. И замечательно, что бобруйчане с хорошим настроением в теплую солнечную погоду вышли на улицы города, вышли свои дворы, предприятия, организации, просто активные граждане для того, чтобы украсить своим трудом наш город для наших детей и для нашего будущего. Преображение на площади Ленина оценит даже самый искушенный эстет. Пушистые туи меняют место проживания, из деревянных кадок переезжают в просторные новые вазоны. К работе подключаются коллективы комитета госконтроля, департамента финансовых расследований. Сердце города стучит в ритме стиля и ждет ценителей крутых локаций для фото. В обречении патриота своего города, и вот сегодня это видно, прекрасная погода, хорошее настроение. И наша главная задача еще больше привнести в наш город, чтобы он стал еще более зеленым. Наш город, наша площадь, наш центр будет еще более ярким, еще более красивым. Улицу народного единства не узнать. Вдоль поля теперь гордо возвышаются молодые деревья. Рябина выбрана не случайно олицетворение счастья и мира в семье. Не стоит забывать и про экологическую составляющую. Посадка новых зеленых насаждений – важная инвестиция в будущее, уверены представители администрации Первомайского района и депутатский корпус. Фронт работы колоссальный – более 900 саженцев в каждом уголке города. Всю неделю шли дожди, были тучи, хмарки, но на наш субботник республиканский выглянуло солнышко. Дает позитив, настрой, новый микрорайон. Мы, как всегда, его озеленяем, приносим радость людям. Если взять из истории, да, этот республиканский субботник, он проводился еще и в Советском Союзе. Это объединяло людей всех профессий, потому что все выходили целыми коллективами, семьями даже посещали это мероприятие. Всегда на этих субботниках были только значимые такие объекты. Ну или вот как у нас, это озеленение, потому что сегодня это важно для этого молодого нашего микрорайона. Так создается будущее. Каким будет город, зависит от каждого. В парке семейных деревьев этим субботним утром кажется яблоку негде упасть. Здесь представители горосполкома, руководство предприятий и простые рабочие горожане символично трудятся с женами, мужьями и детьми. Ведь без чистоты и красоты на земле не будет порядка в целом, как на предприятии, так и в стране. Сегодня суббота всех настроений, хорошая, рабочая, объявлен республиканский субботник на влагу нашей родины, независимой и просветающей республики Беларусь. Все с удовольствием сегодня поработаем, посадим деревья, чтобы все у нас получится. Все-таки рост еще при Советском Союзе, поэтому считаю нужным продолжить дело Ленины. Высаживаем деревья между шестым и седьмым микрорайоном, озеленяем зону. Многие здесь работающие проживают в этом районе, так что это будет у них подобным. Будут выглядывать и смотреть на зеленые деревца. Для экологии, во-первых, хорошо, и все равно надо засаживать Беларусь как-то, чтобы красота была. Живем недалеко, будем приезжать, любоваться красотой и ждать, пока они вырастут. В стране никто не остается, каждый присоединяется к доброй традиции. Особое внимание местам боевой и воинской славы. На территории Бобруйской крепости не покладая рук трудится молодое поколение, учащиеся колледжей. Плечом к плечу с представителями различных организаций Ленинского района всего более 48,5 тысяч горожан предпочитают субботнему отдыху, активный труд во благо малой родины. Мы поставили задачу сегодня облагородить и привести в порядок нашу Бобруйскую крепость, историческую культурную ценность. Так как я будущий воспитатель, я буду детей учить не только каким-то навыкам труда или учебы, но и также убирать нашу территорию, жить для земли, для нашей страны. Это круто. Помогать и охранять нашу природу и заботиться о памятниках Беларуси. Честно скажу, что мне радует в этом то, что сегодня отличная погода, что мы называем Беларусь синёкой не зря, потому что она и есть синёкая, с такими вот красавицами, которые тебя привёл, с такими вот трудолюбивыми ребятами, которые присутствуют. Для меня это большой праздник. Я горжусь, что я живу в Республике Беларусь. У Экодвижения благородная миссия. Деньги, заработанные на республиканском субботнике, а это более 14 миллионов рублей, будут направлены на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов мест боевой и воинской славы. Создание Центра патриотического воспитания молодёжи. Бобруйчане в большое общее дело своим трудом вкладывают 198 тысяч. Елизавета Липеева, Мария Бересневич, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Смелые решения и горящие глаза. В Бобруйске сформирован молодёжный парламент. 17 апреля состоялась пятая юбилейная избирательная кампания. Десятки юношей и девушек представили свои агитационные программы. Все подошли к делу основательно. Каждому, несомненно, хотелось стать лучшим. Как в учёбе, спорте и творчестве, так и на депутатском поприще. И пускай парламент молодёжный, цели у молодых людей вполне серьёзные. Сделать выбор невозможно. Каждая квинтэссенция креатива, интереса и новизны. Моя программа состоит из помощи более таким замкнутым ребятам, которые помогут им не попасть в какие-то безнравственные и аморальные ситуации. То есть она будет нацелена на психологическую, социальную и информационную помощь. И также я бы очень хотела заняться волонтёрством. Помощь нуждающимся людям, например, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, людям с особенностями развития и также детям, находящимся в детском доме. Проявил интерес в этом направлении, так как всегда я считаю, что надо вкладывать в развитие своего будущего, развитие и будущее своих ровесников и развитие и будущее своей страны. Молодёжный парламент – место, где новое поколение может реализовать свои самые смелые планы и мечты. Горящие глаза, множество идей и безусловная вера в себя. Юные депутаты уверенно делают шаг навстречу лучшему – городу, стране, будущему. В их силах запустить процесс, благодаря которому жизнь миллионов юношей и девушек станет ещё насыщеннее, интереснее, продуктивнее. Человек в рабочей кепке и простреленном пальто. Его именем называют улицы, скверы и площади. А в каждом городе Беларуси гордо возвышается памятник. Владимир Ленин успел сделать немало, написал тома, основал первое в мире социалистическое государство и вдохновил миллионы. Чем сейчас живёт коммунистическая партия и у кого в Бобруйске самая большая коллекция бюстов вождя, расскажет Юлия Вернер. Владимир Ильич Ленин – первая ассоциация, которая сразу приходит на ум – вождь. Политическая фигура, идеология которой продолжает жить в странах по всему миру. Китай, Вьетнам, КНДР, Куба. Личность противоречивая, однако его вклад в историю оспорить невозможно. Человек, окрасивший своим именем целую эпоху. Есть такое понятие, как новодел, который делают, скажем так, в современных условиях, а есть, которые старинные. Вот, кажется, да, старая, ну такая грязная. Но это новодел. То есть это просто человек взял и вытащил. Ну, не знаю как. А есть и хорошие, древние у меня. На стенах портреты вождя. На столе внушительная армия бюстов. Разнообразие материалов поражает воображение. Медь, гипс, гжель, фарфор. Дмитрий Елисеев – коллекционер, он же по совместительству директор одного из бобруйских предприятий, восторженно рассказывает. За 9 лет собрал порядка 40 статуэток. На достигнутом останавливаться не планирует. Как пришла идея? Лет 8 назад я приобрел автомобиль «Победа». И как-то начал искать запчасти на эту машину. И начали попадаться с советского автопрома всякого рода шевроны, лейбы и всякого рода железочки. Потом мне попался «Ленин». То есть, не знаю, просто чисто спонтанно мне плакат подарили «Ленина». И я вот все, по чуть-чуть, по чуть-чуть начал приобретать. Потом статуэточки пошли. Одна, вторая, третья. И как-то меня затянула эта энергетика. В далеком 1967-м центральной площади Бобруйска присвоили имя Владимира Ленина. Спустя два года установили величественный монумент. Сейчас шестиметровый бронзовый вождь взирает на город с высоты птичьего полета. К слову, памятник включен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Автор скульптуры – Петр Белоусов. Автор архитектурного дизайна – Михаил Мызников. А изготовлен памятник на Ленинградском заводе – монумент скульптура. Коммунистическая партия Беларуси – старейшая и самая опытная в республике. Ее история плетется воедино уже более века. Сейчас Бобруйская городская организация КПБ насчитывает 109 членов, 22 из которых – молодежь. Главная цель – построение социализма развитого государства. Участники имеют активную гражданскую позицию и не остаются в стороне, когда вопрос касается синёкой. Действительно, мы будем отмечать 154-ю годовщину Владимира Ильича Ленина. И, конечно, я хочу сказать, что это неузарядное личное. Отдать надо должное этому человеку в том, что он сплотил, сохранил и приумножил богатство того Советского Союза, который существовал тогда. От коммунизма до суверенной Беларуси. Дыхание Владимира Ленина по сей день ощущается во многих уголках республики. Навсегда увековеченный в названиях улиц, площадей и памятниках он продолжает вдохновлять людей по всему миру. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Собачий патруль, серебряное место и губительная стихия. Сильнейший пожар уничтожил половину здания старейшей в мире фондовой биржи. Какие прогнозы по восстановлению? Далее громкие заголовки мировых новостей. Сильнейший пожар уничтожил половину здания старейшей в мире фондовой биржи. Одно из главных достопримечательностей Копенгагена. Пожарные более суток не могли справиться с огнем. Обрушился шпиль, украшение сооружения. По словам специалистов, восстановление займет от 5 до 10 лет. Стоимость проекта может достигнуть 143 миллионов долларов. Прокуроры требуют оштрафовать экс-президента США на 3000 долларов за размещение сообщений в соцсетях. В Америке активно продолжаются слушания по делу фальсификации финансовых документов экс-главы страны. Дональд Трамп не признал свою вину по 34 пунктам обвинения. Такое преступление предполагает тюремное заключение на срок до 4 лет. В Амстердаме намерены бороться с массовым туризмом. Власти города запретят строительство отелей. Возвести гостиницу разрешено только в том случае, если закроется одна из старых. А также, если новый проект будет лучше, например, более современным или экологичным. Ранее сообщалось о намерении повысить туристический налог до 12,5% от стоимости номера. Компания Apple лишилась лидерства. Корпорация опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. В январе-марте 2024 поставки айфонов снизились примерно на 10%. За этот же период Samsung нарастил свою долю на почти 21%, что позволило им подняться на первую строчку. В аэропорту Стамбула появились мохнатые помощники – собаки-терапевты. Они спасают тревожных пассажиров от стресса. Четвероногих можно гладить и обнимать. До этого у хвостатых был месяц тренировок. Их обучали реагировать на отвлекающие факторы. Звуки – большое скопление людей. На работу псы выходят ежедневно с 10 до 4. Во время службы носят униформу и официальные бейджи. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобрыск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова